МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герой нашего сегодняшнего рассказа о телескопах зеркально-линзовый инструмент компании Селестрон серии Nexstar SE. В данном случае это телескоп Nexstar 5 SE. Цифра 5 в названии телескопа говорит о том, что диаметр объектива данного инструмента составляет 5 дюймов. Отличный инструмент как для начинающего любителя астрономии, так и для тех, кто вырос из простых первых своих детских телескопов и хочет получить серьезный инструмент, который подходит не только для визуальных наблюдений, но и для занятий астрофотографией. Телескоп Nexstar 5 SE это зеркально-линзовый телескоп. Это значит, что объектив телескопа состоит как из передней линзы, так и из зеркала. В данном случае в качестве передней линзы выступает пластина Шмидта и система данного телескопа называется Шмидта-Кассегрена. Первоначально телескопы системы Шмидта это были инструменты, предназначенные для астрофотографии. Но компания Селестрон в начале 70-х годов прошлого века модифицировала данную систему и приспособила ее для визуальных наблюдений. На сегодняшний день это одна из самых распространенных систем среди зеркально-линзовых телескопов, используемых любителями астрономии. Так как система зеркально-линзовая, то труба телескопа достаточно компактная, длиной не более 30 сантиметров. Труба установлена на жесткую металлическую азимутальную монтировку, в данном случае это полувилка, которая в свою очередь закреплена на стальном штативе. Общий вес телескопа около 13 килограммов, немного. Его совершенно спокойно можно взять с собой в поездку, в дорогу, либо же вынести на улицу, если вы будете хранить его дома. Данный инструмент это телескоп с автоматическим наведением на объекты, поэтому у телескопа присутствует пульт. Он расположен на корпусе полувилки, но при желании вы можете его снять, для того, чтобы было удобно управлять телескопом. Зеркально-линзовая система, в данном случае система Шмидта-Кассегрена, дает достаточно высокое качество изображения, и телескоп отлично подходит как для визуальных наблюдений планет, Луны, так и для объектов глубокого космоса. В базовые комплектации к телескопу входят искатель StarPointer, или искатель с красной точкой, это клемматорный прицел, который вы будете использовать для того, чтобы наводить телескоп на наблюдаемый объект, и чтобы настроить систему автоматики. Окуляр с фокусным расстоянием 25 мм. В комплекте с телескопом идет только один окуляр, он дает увеличение 50 крат, но при желании, поскольку здесь стандартная посадка 1,25 дюйма, вы можете докупить дополнительные окуляры, линзу Barlow, диагональное зеркало, с помощью него удобно наблюдать объекты, которые расположены высоко над горизонтом. Под диагональным зеркалом на тыльной стороне корпуса труботелескопа располагается ручка фокусировки, она достаточно плавная, с большим ходом, с помощью нее вы наводите телескоп на резкость. Сама монтировка, штатив, так как это телескоп с автоматикой, то для его работы вам потребуется питание. Это может быть как внешний сетевой адаптер, который выдает напряжение 12 вольт, либо это могут быть 8 пальчиков батареек, типа 2А, которые устанавливаются в нижнюю часть монтировки вот под эту крышку. Сам телескоп со штатива может быть снят и установлен в том числе на стол. Телескоп крепится к штативу с помощью трех винтов, но при желании вы можете установить его и на стол. В конструкции инструмента это позволяет. Передняя пластина имеет многослойное просветление StarBright XLT, которое обеспечивает высокое пропускание света и минимальную потерю его. В сочетании с достаточно высококачественным окуляром, который входит в базовую комплектацию, телескоп дает очень высокое качество изображения. В принципе, это уже готовый комплект, который, купив, вы сразу можете использовать для наблюдений. Несмотря на то, что конструкция монтировки полувилка, из-за того, что она практически полностью металлическая, степень устойчивости телескопа очень высокая. Также обращаем ваше внимание, что практически все зубчатые передачи в данном инструменте выполнены из металла, не пластиковые. Это обеспечивает очень высокую точность наведения инструмента на наблюдаемые объекты. Поскольку телескоп оснащен системой автоматического наведения, то после первоначальной настройки телескоп будет наводиться на объекты сам. Вам только нужно будет выбирать их из базы данных. То есть вам не нужно знать, что и где находится на звездном небе. Вы всегда можете воспользоваться пультом управления. При желании, если вам не хочется настраивать систему автоматики, а просто хотите посмотреть один или два объекта, вы можете включить телескоп и использовать его в полуавтоматическом режиме, управляя клавишами вверх, вниз, вправо и влево. Телескоп дает прямое зеркальное изображение. Значит, его можно использовать как большую подзорную трубу. То есть, если мы наведем его на какой-либо земной объект, например, на человека, либо на машину, они будут неперевернутыми, при этом отзеркальными. То есть так, как мы видим себя в зеркале. При желании можно заменить диагональное зеркало на призму прямого изображения, и тогда изображение с помощью данного инструмента у вас будет классическим земным, неперевернутым. Стандартная посадка данного инструмента 1,25 дюйма, это значит, что вы сможете использовать самые разные аксессуары, которые выпускаются в огромном количестве самыми разными фирмами на данном инструменте. Отличительной особенностью данного телескопа является его штатив. На нем находится экваториальная платформа, и данную азимутальную монтировку с помощью небольшой манипуляции можно легко превратить в экваториальную. Для этого здесь есть направляющая штанга. Обратите внимание, на этой штанге нанесены цифры. Это широты, то есть широта места наблюдения. И вам необходимо для того, чтобы превратить монтировку из азимутальной в экваториальную, просто установить необходимую широту. Для Москвы это 55 градусов. Закрепляем специальным стопорным винтом монтировку. И вот из азимутальной она уже стала экваториальной. Зачем нужна экваториальная монтировка? Для астрофотографии. В данном случае объектов глубокого космоса, туманностей, звездных скоплений и галактик. Да, с помощью данного инструмента вы можете фотографировать эти объекты. Подсоединить камеру к данному телескопу легко, с помощью специальных переходников. То есть вы сможете использовать стандартный зеркальный фотоаппарат. Но и как визуальный инструмент, это далеко не телескоп начального уровня. Горы и кратер на Луне. Облачные пояса в атмосфере Юпитера. Большое красное пятно. Спутники Юпитера. Явление в системе спутников Юпитера, то есть прохождение спутника перед диском планеты. Либо наоборот, его затенение, то есть когда он попадает в тень. Кольца Сатурна. Щель косения в кольцах Сатурна. Полярная шапка на Марсе. И даже моря на Марсе. Этому телескопу по плечу. То есть вы сможете увидеть данные объекты. И конечно же, большое количество звездных скоплений, туманностей, галактик. Причем многие из них, я говорю о галактиках и туманностях, будут видны не то, что как слабые туманные пятнышки, а с деталями. Например, туманность Ориона, либо гантель в Лире. А еще серия телескопов Некстар и СЕ отличаются от своих собратьев исключительным дизайном. Оранжевая труба. Стильная монтировка. Когда вы не наблюдаете, его не нужно ставить в гараж. Поставьте в вашу гостиную. Он станет отличным аксессуаром или предметом интерьера. А еще вы можете снять трубу с монтировки движением всего лишь только одного винта. И благодаря стандартным резьбовым отверстиям вы можете установить ее на любой фотоштатив. И в вашем распоряжении будет не телескоп, а мощнейшая подзорная труба. Которую, кстати, легко взять с собой в дорогу. Она совершенно не тяжелая. Этот телескоп нельзя отнести к категории инструментов эконом-класса. Да, техника дорогая. Но она стоит своих денег. Высокое качество изображения. Компактность. Система автоматического наведения. Возможность заниматься астрофотографией. В ваших руках настоящая мобильная обсерватория. Удачных вам наблюдений.